Сравнение с мировыми автосалонами на подобных выставках сельхозтехники напрашивается само собой. Производители здесь также меряются количеством лошадиных сил и пытаются перещеголять друг друга в дизайне. Но самое главное, в чем сейчас соревнуются отечественные конструкторы, это количество импортных комплектующих. Чем их меньше в комбайнах или сейлках, тем лучше и для производителей, и для покупателей. Трактору Агромаш плевать на курс валют, потому что он собран в России, из российских комплектующих. И россиянами. Импортные трактора, естественно, стоят намного дороже. Я думаю, что раза в два на сегодняшний день. К примеру, этот универсальный агрегат может и землю вспахать, и бульдозером поработать, рассказывают конструкторы. Они же уверяют, иностранного в нем нет ничего. 100% made in Russia. Представить подобное еще года 4 назад могли, пожалуй, лишь заядлые оптимисты, вспоминает Вениамин Кондратьев. О том, как идет импортозамещение в сельхозмашиностроении, хорошо знает и помощник президента Игорь Левитин. Вместе с губернатором на выставке они в деталях знакомятся с достижениями отечественных разработчиков. Основная идея, чтобы комбайнер имел возможность в любой точке поля машину настроить, не выходя из машины. Поэтому все рабочие параметры настраиваются из кабины кнопками. Это уже джойстики современные. Да, все современные джойстики простейшего управления. А сам он ехать может? Нет. Единственное, что он не может ехать сам. Кстати, этот комбайн, несмотря на то, что выпущен под немецким брендом, считать можно отечественным. Машина именно произведена на Кубани, а не собрана, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Локализация иностранного производства – это то, к чему сейчас стремятся в регионе. Как ни парадоксально звучит, но зарубежные компании могут помочь избавиться от импортозависимости. Если локализация около 70%, добиться можно практически полного цикла производства зарубежными технологиями, но на кубанской земле для своих же потребителей и частично из отечественного сырья. Можно говорить о том, что это российская техника. И позиционировать ее во всем мире можно как российскую технику. И производится она, не собирается, а производится на территории Краснодарского края. Чем современнее техника, тем выше урожай. Для фермеров это уже аксиома. К примеру, если несколько лет назад нормальными при уборке зерна были потери в полтора процента, то на современных комбайнах этот показатель не превышает 0,3. Современные технологии – это не только модное направление в сельском хозяйстве, но и экономически выгодный шаг. Современные машины позволяют не только собирать больше урожая, но и снижают издержки на ремонт техники. А это, соответственно, снижает и себестоимость конечного продукта. А это уже новый этап в аграрной политике края, когда собрать нужно не только много, но и выгодно. Однозначно, что парк сельскохозяйственных машин в регионе нужно обновлять, считает губернатор. В свою очередь это достал чок к развитию как машиностроителям, так и фермерам. Сегодня задача развития конкуренции. Сегодняшние системы жизнеобеспечения сельхозтехникой нашего отечественного сельхозпроизводителя ни в коем случае не находятся ни в каком тупике. То есть, наоборот, они развиваются, и эти выставки должны способствовать возможности выбора сельхозпроизводителям именно вот этой новой технологии, новой техники у того производителя, уже сельхозтехники, которая максимально им и доступна по цене, и, безусловно, по качеству. Помощник президента Игорь Левитин, в свою очередь, отметил, количество производителей, участвующих в выставке, говорит о жизнеспособности отечественного рынка. По уровню эта выставка, конечно, она самая передовая в Российской Федерации. И не секрет, что здесь очень много производителей. Значит, есть рынок. Есть рынок, значит, сельское хозяйство на подъеме. И мы действительно знаем, что сейчас сельское хозяйство по темпам роста одна из передовых в экономике Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что программа поддержки сельского хозяйства как раз и направлена на то, чтобы сегодня в Российской Федерации продавались такие машины. Конечно, российская техника пока еще зависит от импорта. Как минимум, половина комплектующих в большинстве компаний зарубежные. Но в условиях санкций и скачков курса в валюту отечественных, в том числе и кубанских производителей, наступают урожайные времена. Александр Иванченко, Денис Перез, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.